Доброго дня, любимая республика! Считанные дни остаются до Дня Победы, праздника со слезами на глазах. 9 мая телеканал Юрган организует прямую трансляцию Парада Победы с Главной площади Республики. Парад на Степановской площади вы сможете увидеть как в нашем эфире, так и на сайте Юргана, а также в нашей группе ВКонтакте. Начало в 10.50, не пропустите. А этот выпуск Студия 11 посвящает предстоящему событию. Сегодня вы увидите сюжеты, которые еще раз напомнят нам о войнах Великой Отечественной войны, их подвигах и невероятной отваге. О памятниках и военных местах, о том, как тяжело нашему народу далась эта победа. И вот, что вас ждет в первой части выпуска. Он ушел батраком, а вернулся генералом. История Дмитрия Дубровского из Градера. Помню, горжусь. Жители Коми рассказывают о родственниках, которые в годы войны служили на фронте и трудились в тылу. В благодарность воинам-победителям. Как в Аджероме появился постамент легендарной Катюши. 9 мая мы отмечаем самый светлый праздник – День Великой Победы. В 1945 году советские солдаты освободили весь мир от немецко-фашистских захватчиков, подарив нам самое ценное, что может быть – мирную жизнь. В Москве на Новодевичьем кладбище покоится генерал-лейтенант Дмитрий Дубровский из деревни Градер Сыктывдинского района. На малой родине тоже помнят своего героя. Его имя высечено на одной из плит мемориала памяти павшим в боях за родину и труженикам тыла в селе Вильгард. При въезде в Градер установлена мемориальная доска. Он ушел отсюда батраком, а вернулся к генералам. В деревне Градер все жители были севковы. Но Дмитрий, скорее всего, следуя революционному порыву, поменял фамилию на более звучную – Дубровский. Тогда многие коми выбирали фамилии политических деятелей и литературных персонажей. Дом, где родился Дмитрий Дубровский, не сохранился. Его внучатый племянник Александр Севков показывает нам место, где стояла крестьянская изба. Дмитрий Егорыч и мой дед Севков Александр Егорыч – родные братья. Они родились в этой деревне, в деревне Градер, в многодетной такой крестьянской семье. Родительский дом у них находился вот здесь, недалеко от нас. В 1921-м Дмитрий Дубровский вступает в ряды Красной Армии. Затем курсы командного состава в Новгороде и Ленинграде. Больше 10 лет службы на Дальнем Востоке. Он участник боев на озере Хасан. После учебы в военно-политической академии имени Ленина в 1939-м его направляют в Белоруссию. С первых дней Великой Отечественной Дмитрий Дубровский на фронте. Проходит путь от Акида-Эльбы. Освобождает Волхов, Минск, Брест, Ригу, Варшаву, Берлин. Участвует в разработке всех стратегических операций 61-й армии. Его ценят военачальники, маршалы Советского Союза. Мы видим встречу Семена Буденова и Дмитрия Георгиевича Дубровского. Фотография датируется 1945 годом. Семен Буденый приезжал на Белорусский фронт как раз перед наступательной операцией на Берлин. Часть личных вещей и документов генерала в Национальном музейкоме передала вдова Мария Николаевна в 1964-м. Вот парадный китель, фуражка, шинель. В коллекции представлены кортик, кабурат, револьвера, почетные грамоты, фотографии, ордена и медали. Это награды польского правительства. Это орден Крест-Грюнвальда третьей степени. Это серебряная награда. Он был достоин ей за форсирование реки Одер в 1945 году. Еще очень интересная награда – это орден военной доблести вертуте милитари пятого класса. Такой наградой награждались за какие-то выдающиеся заслуги. И в данном случае Дмитрий Георгиевич был достоин этой награды за форсирование Вислы и освобождение города Варшавы. С 1945-го Дубровский возглавляет управление военной администрацией в Саксонии. Спустя пять лет возвращается в Советский Союз. На малую родину в Граддар генерал приезжает только один раз – летом 52-го. Добирается на катере по реке. В то время нет другой дороги в деревню. Внуча этому, премяннику Александру, было тогда шесть лет. Наверное, последний очевидец, который видел это событие, как приезжал сюда. Это единственная фотография той встречи с земляками. Он привозит родным подарки, брату вот эту шляпу, которой тот потом очень гордился. Ну а детям, конечно, конфеты. Там мишка на севере, в таких фантиках, конвертиках. Ну, в то время, конечно, для меня это был шедевр. Потому что кроме куска, кускового сахара в кармане, грязном, больше сладостей не было. Вот. Ну, встретили его. Ну и после некоторого времени он попросил у деда сходить на рыбалку, посмотреть свои родные места. После рыбалки рядом с родительским домом разводят костер, варят уху, угощают соседей и друзей, поют под гармошку фронтовые песни. На второй день Дмитрий Дубровский обходит дворы своих знакомых и уезжает. В Москву он берет с собой горсть родной земли и рыбники, которые испекла жена брата. Больше ста человек, жители республики Коми, прислали нам видеоролики «Помню, горжусь», в которых рассказали о своих родных и близких, фронтовиках и тружениках тыла, о поколении победителей. Одну из историй нам поведала Тамара Безносова из Сыктывкара. У меня оба деда ушли на фронт 18 лет и прошли через три войны – Гражданскую, Финскую и Великую Отечественную. Чучин Александр Григорьевич, уроженец Великого Устюга. Во время войны служил на Северном флоте командиром военного корабля, поставляющего судам и подводным лодкам торпеды и мины. Прошел всю Великую Отечественную войну до Дня Победы. Второй дед Тюрнин Василий Гермогенович, уроженец села Усть-Кулон. Несколько раз был ранен, контужен, обморозил ноги, частично потерял зрение. Но каждый раз после лечения возвращался в строй. Также прошел войну до самого Победы. Воевал и отец моего мужа, Безносов Павел Александрович. Сразу после окончания школы ушел на фронт. И с первых дней войны воевал на Ленинградском фронте. В 41-м году, в декабре, во время очередного боя, был тяжело ранен. Все мои родственники, прошедшие войну, имеют награды, ордена и медали. Низкий им поклон. Они будут всегда примером мужества, смелости и отваги нашему Отечеству. В каждой семье хранятся черно-белые фотокарточки, письма, награды тех, кто ушел на фронт и работал в тылу. Это они подарили нам Победу. В нашей республике немало мест, которые напоминают о Великой Отечественной войне. По памятным локациям столицы Коми прошла Алена Туркина. 23 июня 1941 года примерно с этого места на пароходе Бородино защищать Отечество отправились первые добровольцы из столицы республики Коми. Всего за годы Великой Отечественной войны с Иссельского причала ушло около 300 судов. 170 тысяч дочерей и сыновей Коми ушли на фронт. Только из Сыктывкара почти 14 тысяч. Страшная цифра для города, население которого по переписи 1939-го было всего в полтора раза больше. Конечно, это не только горожане, но и призывники из близлежащих районов. Почти все взрослое мужское население покинуло столицу. В годы войны информацию в основном получали благодаря радио. Газеты были редкостью, да и читать умели не все. Люди получали новости с фронта, которые приходили из Москвы. А здесь местные дикторы в срочном порядке переводили их на Коми язык. Здание драматического театра изначально служило областным домом культуры. Здесь же и базировался комитет радиовещания. Именно отсюда 9 мая 1945-го диктор Кира Сергеевна Моисеева объявила о победе. Новость разнеслась молниеносно. Горожане ликовали. Еще бы! Вот она, долгожданная победа. По некоторым сведениям, здесь, около кинотеатра Родина, устроили самый настоящий праздник. Поставили стулья, столы, накрыли их скудно, конечно, но, как говорится, чем богаты. По воспоминаниям горожан, погода царила ясная и прохладная. Но невзирая на это, люди шли сюда, чтобы станцевать. Хранят память о победе и городские улицы. Калинина, Оплеснина, братьев Жилиных, Маркова, Зои Космодемьянской, Олега Кашевого, Водопьянова, улицы Громова и Малышева. Гастелло в Ситкыркище и площадь Габова. Вернемся на Сыктывкарскую набережную. В мае 1945-го сюда прибыли первые пароходы с победителями. Их встречал весь город. Место для Сыктывкара стало святым. И, как напоминание, закладной камень, который установлен на месте старой пристани. Мемориал «Вечная слава» был открыт в августе 1981-го. На этом месте до конца 50-х находился городской военкомат. Именно в его стены заходили добровольцы и те, кому пришли повестки. Мемориал – это память трех поколений. Дочь, жена и мать. По их скорбным лицам мы можем понять, что своего солдата они не дождались. Прежде всего, памятник посвящен не победе, а тем, кто с войны не вернулся. На таблицах увековечены имена и фамилии тех, кто пал в бою, пропал без вести или умер от ранений. В память о тех, кто не вернулся, здесь горит вечный огонь. Есть и множество примеров, когда люди объединяются для того, чтобы создать памятники, монументы и обелиски в благодарность воинам-победителям. В поселке Аджиром Карткировского района на специальном постаменте гордо стоит легендарная Катюша. Как она там появилась, узнал Северинарпа. Этот мемориал создавали, как говорится, всем миром. Идея, зародившаяся еще в 16-м году, постепенно приобретала физические формы. Закупались материалы, к проекту подключались местные жители. У нас житель есть такой, Шахов Александр Владимирович. Он машину подарил нашему поселению. Соответственно, он сам со своим сыном и сварил саму установку. Установили, покрасили тоже местные умельцы, которые занимаются кузовным ремонтом. В 19-м году мы на 9 мая установили ее в Пезмаге временно. В 2020-м, благодаря гранту от Республиканского министерства сельского хозяйства, в размере 300 тысяч рублей, закупили плитку, расходные материалы, цемент и бетон. Тогда же сделали все основные работы. В прошлом году установили скамейки и светильники. Официально открыли памятник в сентябре 2021 года. Можно сказать, что стройка была народная, потому что средства у нас были ограничены. Принимали участие абсолютно все. Предприниматели, предприятия, фермеры. Кто-то техникой помогал, кто-то непосредственно своим участием, покраской, установкой. Помогали многие. И вот теперь уже навечно посреди коми тайги стоит символ грозного оружия – Катюша, которая помогала эффективно бороться с фашистскими захватчиками. Ну, насколько мы знаем, машина на ходу. Да, мы, в принципе, даже хотели завести, просто не было одной запчасти. А, в принципе, за год до этого она еще ездила. Я считаю, что такие мероприятия актуальны вообще, потому что мы не должны забывать все-таки, какой ценой наше государство, нашей стране обошлась победа Великой Отечественной. Мы должны и помнить, всегда помнить вот именно подвиги наших дедов, прадедов. И, конечно, приобщать к этому молодежь, школьников, чтобы они это все понимали, тоже хотя бы знали и всегда так же помнили. Хочется верить, что спустя годы этот мемориал сохранится, что за ним будет бережно ухаживать подрастающее поколение, в умах которого всегда должна крепко держаться мысль. Наше дело правое. Победа будет за нами. Мы завершаем первую часть нашего выпуска. Впереди вас ждут новые истории. В эфире студия «Одиннадцать», посвященная Дню Победы. Во второй части программы вы увидите. Уголь блокадному Ленинграду. Первый поезд, который доставил топливо из Воркуты в северную столицу. Все для фронта, все для победы. Лидия Андреевна Зимцова о том, как трудились в тылу. Память сквозь время. Белорусские поисковики помогли жительнице Обьячева узнать о своем воевавшем родственнике. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Помощь северной столице тогда оказывала вся страна. Из-за полярной Воркуты с 1943 года в город на Неве шли эшелоны с углем. Сохранились воспоминания машиниста Петра Петровича Дунаева. Дорогу тогда называли живой, так как рельсы ходили ходуном. Двигались в лютый мороз, в полярную ночь, сквозь пургу и снежные заносы. Еще не было семафоров, шли на тусклые огни фонарей дежурных по станциям. Делали все возможное и невозможное, чтобы пройти путь. О первом эшелоне с воркутинским углем рассказывает один из экспонатов Национального музея Коми. Картина Виктора Постникова «Уголь Ленинграду», выполненная по заказу музея, поступила в фонды в 1947-м. Мы видим первый поезд М720-24, который последовал из Воркуты в блокадный Ленинград зимой 1943 года. Локомотив украшен портретом Сталина, знаменами и транспарантами. Воркута – городу-герою и Ленинграду – 10 эшелонов угля. Уже в марте 1943-го газета «Правда» писала – уголь в Воркуты полноправно вошел в топливный баланс народного хозяйства страны. Его энергия приводит в движение турбины электростанции Ленинграда, локомотивы ряда железнодорожных дорог, корабли в Балтике и на Северном Ледовитом океане плавит металл на многих оборонных заводах. В 1944-м в адрес коллектива комбината «Воркута-уголь» поступила телеграмма командующего войсками Ленинградского фронта маршала Советского Союза Леонида Говорова. От имени бойцов он благодарил шахтеров за самоотверженный труд. Всего за годы Великой Отечественной войны Воркута отправила для промышленности и фронта 6,5 миллионов тонн угля. В 1980-м паровоз М720-24 был поставлен на вечную стоянку на железнодорожном вокзале в Воркуты. Все для фронта, все для победы. Лозунг, с которым Советский Союз выиграл Великую Отечественную войну. Победа над фашистской Германией была достигнута не только героизмом солдат и офицеров Красной Армии, но и самоотверженным трудом людей в тылу. Лидия Андреевна Зимцова, которой 5 мая исполнилось 93 года, рассказала, как дети и женщины не жалели сил, чтобы дать хлеб фронту. В годы войны я жила в Удмуртии. Деревья называется Малые Ключи. 22 двора. Из каждого дома по одному человеку, из некоторых три человека, в некоторых два человека уходили защищать родину. В годы войны я, конечно, не слышала свиста пуль, не падали бомбы, но мы выполняли работу посильную. Ну что ж, 12 лет пололи. Ну, в начале, а потом уже война, 5 лет. Мы стали повзрослее, более уж работа серьезная. Молотили, сеяли, пахали. На быках, на лошадях приближали победу, как могли. Наступил долгожданный день. Нас всех учеников выстроили в коридор, объявил директор школы. Закончилась война. Слезы радости, аплодисменты. Ну, и очень дождались этого прекрасного, нужного, жданного. И очень долго же, конечно, мы это все дождались, наконец, победы. Юлия Сташова, уроженка села Обьячево, спустя 77 лет после войны, получила от белорусских поисковиков награду своего воевавшего родственника. Михаил Морозов. Именно так звали героя. И сегодня Юлия пришла в нашу студию, чтобы подробнее рассказать об этой истории. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, расскажите для начала, почему же вас привлекла данная награда? Ну, во-первых, наша семья имеет очень большие крепкие корни. И когда в августе 2021 года на просторах интернета я увидела, что разыскиваются родственники Морозова Михаила Гурича, перекинула эту информацию своей маме, она подтвердила то, что это наш родственник. Я сама поисковик со школьной скамьи. И спустя столько лет получить весточку с фронта от своего родственника, это было, конечно, ну, не писать, что тогда я чувствовала. Это далекий родственник довольно, да? Да, это, получается, мой дедушка и Михаил Морозов, они троюродные братья. Моя мама и родной племянник Михаила Морозова, Николай Савинов, четырехюродные, брат с сестрой. Я уже пятиюродная, получается. Настолько далекие корни, они еще ближе к нам стали. И вы даже были в Беларуси. Вот расскажите, что там было? Ну, после того, как подтвердилась информация, что это наш родственник, я связалась с поисковиками из Беларуси. И 29 сентября 2021 года в Москве с Сергеем Юликевичем, это поисковый отряд из Беларуси, разведчики воинской славы, и представитель международной организации «Вымпел» Петр Григорьев, они передали мне этот орден. После чего, приехав в республику, уже в октябре, в торжественной обстановке, я передала этот орден в музее села Обьячьево своему дяде Николаю Савиному. Сейчас орден как раз Красной Звезды находится у него. Я оказалась в Беларуси. Со мной вместе поехал мой брат, тоже родственник, получается, Морозову Михаилу Гуречу, Александр Коканин и моя коллега-поисковик Анжела Незметова. Вахта была настолько душевной и теплой, нас встретили как родных людей, и наши коллеги-поисковики из Беларуси ждут нас в июне, чтобы продолжить начатое дело. Вы, как уже отметили, поисковой работой занимаетесь довольно давно, почти 20 лет, и у вас вот сейчас на коленях лежат вещи, которые вы нашли, да? Вы самостоятельно это сделали, и вот расскажите, что же это? Ну вот расскажу о такой вещи, каждый поисковик знает, это медальон солдатский, его еще называют смертный медальон. Это такой футлярчик, карболитовый, ебанитовый его называют, в который вкладывались две записки, абсолютно идентичные, в которых указывалось фамилия, имя, отчество бойца, откуда он родом, где призван, самых близких родственников указывали. Почему две записки? Потому что предполагалось, если боец погибнет, вторую записку забирали в штаб, одну из них оставляли в медальоне при бойце, чтобы можно было в дальнейшем идентифицировать. Футлярчик – это большая редкость для поисковиков, во-первых, потому что он был у бойцов Красной Армии до 42-го года, потом он сам, по сути, не очень удобен, потому что его либо держать на грудном кармане, либо в обуви, потому что он спокойно во время боя мог просто выпасть. Потом было поверить среди бойцов, что если заполню, то обязательно умру. Есть даже предметы военного быта, да? То есть ложка не полностью, а всего лишь ее часть. Ну вот это очень важная для меня вещь, потому что она привезена непосредственно, если медальон мной был найден в 2006 году, то данная ложка, она найдена сейчас, 19-20 апреля, как раз в Белоруссии, на месте, где неподалеку был найден орден Михаила Гуревича. То есть когда мы попали в лес туда, именно на место обнаружения ордена, взяв в руки щупы, мы сначала обнаружили, вот была обнаружена вот такая звезда, то есть это некий такой обелиск, который, скорее всего, сами однополчане, наших бойцов Красной Армии, вырезали из подручных средств и сделали такую братскую могилу, в которой мы подняли семь бойцов. И, возможно, один из них Морозов Михаил Гуревич. И вообще в голове были только одни чувства, потерпи еще чуть-чуть, Михаил Гуревич, мы уже здесь, мы рядом. И вот телезрители не видят, но вот рядом с вашим креслом есть даже каска бойца. Да, это каска бойца Красной Армии, то есть нашего бойца, она в моих предыдущих экспедициях была найдена. Каску такой формы носили бойцы Красной Армии. Она, конечно, поначалу тоже была не совсем удобной, потому что они были практически одного размера, не совсем удобно их было носить. Спасибо большое, Юлия, вам за то, что пришли сегодня в студию, рассказали эту удивительную историю и за то, что продемонстрировали нам такие интересные находки. Да, я бы, если разрешить, я хотела сказать огромное спасибо всем тем людям, которые сопричастны к поисковой экспедиции в Беларуси, потому что это и поисковики из Беларуси, разведчики воинской славы, и ребята из Центра современной истории города Москва, и представители поискового отряда «Гвоздика» из города Невель, и Управление по вековечению памяти защитников Отечества и жертв Вооруженных сил Республики Беларусь. То есть каждый из этих людей, они настоящие профессионалы своего дела, они настолько стержень у них такой правильный, они люди чести, дела, слова, они просто люди, которым доверена память. 9 мая по улицам и площадям Республики Коми вновь пройдет «Бессмертный полк». Жители городов и районов выйдут с портретами родных и близких, защитивших Родину во время Великой Отечественной войны. В 10.50 наш телеканал начнет прямую трансляцию торжеств, посвященных Дню Победы. Парад на Стефановской площади вы сможете увидеть как в нашем эфире, так и на сайте телеканала, а также в группе Юргана ВКонтакте. И, конечно, 9 мая прозвучат песни Победы. Одну из них вы услышите прямо сейчас в исполнении Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова Асья Кыа. Студия 11 еще раз поздравляет всех вас с наступающим днем Великой Победы. Желаем вам добра и мирного неба над головой. С праздником, дорогая Республика! С праздником, дорогая Республика! С праздником, дорогая Республика! С праздником, дорогая Республика! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»